Жара не спадала которую неделю. 14-летней светке представилось, что поселение превратится в пустыню, лес погибнет, деревья повалятся на землю, которая станет песком. Колодец и протекающая рядом речушка пересохнут, а деревянные избы заменятся хижинами из веток и листьев. Своими фантазиями девочка поделилась с друзьями, шестью ребятами от 11 до 14 лет. Они сидели на сеновале, где почти не осталось сена. Дышали травяной пылью, глядели вниз сквозь щели между досками, ловили пыль в солнечных лучах. Только что детьми был подслушан разговор взрослых, из которого стало ясно, что если дождя не будет еще хоть пару дней, то урожай пропадет из-за нехватки воды для полива. А потом голодная осень и совсем голодная зима, поскольку с городом общение было минимальным. Все свое. Светка заводила компанию, насупилась, думая, как помочь деревне. Остальные молчали, каждый по-своему переживая услышанное и ожидая веского командирского слова. А может ритуал вызова дождя проведем? Вдруг подала голос Ритка. Городская, приезжающая летом на дачу, не запоминавшая местных правил. При знакомстве она просила, чтобы ее звали Марго, но Светка отказалась, и остальные за ней тоже. Сперва обидевшись, вскоре Ритка присоединилась к их компании, поскольку общаться-то больше было не с кем. Чего это такое? Забыв о том, что кто-то высказался раньше нее, заинтересованно спросила Светка. Ну, вроде как зазывалка, замялась Ритка. Танцы с песнями, чтоб дождь начался. А ты умеешь? Светка мягко стучала голыми коленками по доскам. Подползла ближе. Ай, заноза! Она недовольно посмотрела на ладонь. Пойдемте вниз, уже голова от запаха кружится. Компания один за другим попрыгала с чердака. Светка зализывала место, где под кожу ушла мелкая деревяшка, хмуро разглядывая свою банду. Рыжий веснушчатый колька – самый младший, но лучше всех лазающий по деревьям. Бойкая смуглая варька – подруга тихоня и скромница, умеющая плести такие узлы, что никому не удавалось развязать. Черноволосый некит, плавающий как рыба. Только кому это надо, когда речка по пояс? Валерка, знающий все лечебные ядовитые травы, ягоды и грибы. Способный придумать миллион новых забав Максик. Ну и Ритка, поначалу чужая, теперь как своя. Лазающая по крышам и прячущаяся в канавах. Все в сероватых разводах, от налипшей к потной коже пыли. На одежде травинки и зернышки. И что там за ритуал? Светка отмахнулась от пожелавшей сесть ей на нас мухи. Ритка помялась, сдула с лица челку. Я давно читала, помню плохо. У разных народов разные. Где просто танцы с песнями, где кукол глиняных хоронили, с чем-то важным внутри. Где змеи убивали и ворон гнезда разоряли. Где одного человека водой поливали и заклинания говорили. Светка посмотрела на Максика. Он встретился с ней взглядом и будто прочитал мысли. «Давайте так. Идем сейчас по домам, берем каждый что-то свое, самое ценное. Потом на речку за глиной. Делаем куколок, пока они сохнут. Ловим змей и гнезда ищем. Потом куколок берем и в лес. Там закапываем и танцуем, и водой кого-нибудь обольем». Колька засмеялся. На губах Ритки застыла удивленная улыбка. «Чего, серьезно?» – спросила городская. Светка смирила ее слегка презрительным взглядом, почесывая занозенную ладонь. «Серьезно?» – подтвердила командирша. «Сама же предложила. Поняли? По домам встречаемся у речки». Все ребята жили почти рядом. Светка заскочила в дом к своей кровати и к столу. Рыскала по ящикам, что же самое ценное. Пришла в голову мысль о подаренном отцом кулончике сердечки. Девочка пожалела, но со вздохом сняла с шеи и зажав в кулаке побежала вниз по улице, где дорога пересекалась с рекой. Про занозу так и забыла. Под мостом уже ждал Валерка, захватившую упаковку привезенных родителями из города карамелек. Угостившись оба, стали ждать. Журчала, спотыкаясь о камне, обмелевшая речка, теперь похожая на вытекающий из родника ручеек. — Жара, конечно. Светка намотала цепочку кулона на ладонь, чтобы не потерялся. Зачерпнула воды, плеснула на лицо, размазывая грязь. Ранку на руке защипала. Девочка скривилась. — Уверена, что поможет этот вызов? — скептично отозвался Валерка. — Я Бритке так не верил, мало ли чего насоветует. Попытка-то не пытка. Терять нам нечего, или от жары помрем, или от голода. С жаром произнесла Светка, покачивая кулоном. — Чего-то остальных долго нет. — Да подойду, вот. Валерка потянулся. Сиди и жди. Через несколько минут послышался топот и прерывистое дыхание. Подбежали живущие по соседству Колька и Некит, принесшие по тетрадке с секретами. За ними степенно прошагала Ритка, сорвавшая несколько листьев с дорогой заморской пальмы. Потом Максик с фотографией родителей. И, наконец, Варька с красивой бисерной брошкой и маленькой пластмассовой лейкой. — Я сама сплела, — будто оправдываясь, пояснила она. — Хотела в школу на первое сентября надеть. А лейка что поблевать? После этого ребята голыми руками. Никто не додумался взять с собой лопату. Доставали со дна речки глину, раскопав почти целый котлован в поиске чистой, без веток и камешков. Затем каждый облепил свою ценность и добавил к тельцу куколки. Наконец у девочек получились ровные фигурки, украшенные одежкой и из травы. А мальчики оставили своих как есть. — Молодцы! — оглядывая готовые поделки, разложенные на ровной земле под мостом, похвалилась Светка. Варькина лейка покоилась рядом, пока пустая. Теперь, кто знает, где змей водятся? Знал, естественно, Валерка. Чуть ниже по реке, будто ниоткуда, появлялась широкая тропа, пойдя по которой дети вышли на большую поляну в лесу, где находилась свалка. Вот там среди старого, присыпанного землей мусора и опавшей листвы прятались кучи ползучих гадов. Под кронами деревьев дышалось немного легче, жара царствовала и здесь, листья на деревьях безвольно повисли, а кое-где пожелтели. По пути мальчики наломали палок с развилками и набрали булыжников. Максик вспомнил главу из старой энциклопедии, посвященной охоте на змей. Девочки участвовать в ловле отказались, Колька тоже пасанул, так что палками вооружились некит Валерка да Макс. Охота оказалась короткой, серых змей с желтыми ушками было столько, что парни едва не шагали по их извивающимся телам. Пригвоздив палками трех гадов к земле, мальчики оглянулись на Ритку. Камнями их, камнями, посоветовала она. Светка и Варька вздрогнули и отвернулись. Воронье гнездо обнаружилось под крышей Колькиного дома, за водосточным желобом. Стащили дедово ружье, постреляли, вверх забрался сам Колька, для защиты взявший железный прут и надевший толстые рукавицы и шапку. Вороны кружили над крышей, пытались атаковать мальца, однако тот метко махал прутом, сбивая черно-серых птиц в полете. Когда все они разлетелись в стороны, Колька прицелился и воткнул прут прямо в темный шар, состоящий из веток, перьев и травы. Пошурудил там, так что все содержимое посыпалось вниз, и сам потихоньку стал спускаться. Взрослым до проделок детей дела не было, да и вещи вернули на место, пока никто не вспохватился. Куколки ждали под мостом. Блестящая влажная глина стала сухой, потрескавшейся, и Светке показалось, что ее творение криво ухмыляется создательнице. Захватив каждый свою фигурку, а Варька еще наполненную водой лейку, дети зашагали к лесу. Вспомнили несколько песенок, призывающих дождь, из тех, что учили в первом классе. Выбрали самую на взгляд Светке аппетитную. Нашли среди деревьев небольшую поляну с ямкой, чтобы не копать самим. Сложили туда куколок, засыпали сухой хвоей и верхним легко снимающимся слоем земли. Правда, под ногтями теперь темнела застрявшая грязь, так что девочки недовольно рассматривали пальцы. А Светке к тому же что-то ткнулось в ранку, с занозой, и командирша сопела, сдерживая желание поплакать от боли. Да и то, что они делали, несмотря на кажущуюся безобидность, бросало девочку в дрожь. Завершив закапывание куколок, Варька потопталась на холмике и взяла лейку. Остальные окружили ее, взявшись за руки. Зашагали и громко запели, словно ведомые чужой волей. «Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще». Варька махала лейкой, брызгая в друзей водой. Светка ощутила, как тело стало словно ватным и таким тяжелым, что еле получалось сделать шаг. Она нервно ощупала друзей взглядом, как будто все в порядке. Идут дальше, приговаривая слова. Теперь тяжелыми стали и веки. Потянулись вниз. Светка продолжала. «Дамы хлеба, каравай, сколько хочешь, поливай». Замолчав, они прошли еще круг по инерции. Затем Ритка отпустила руки державших ее Макса и Валерке и сказала. «Вот и все, теперь ждем». Если верить написанному, должен дождь потом начаться. Дети стояли в некоторой растерянности, бросая друг на друга подозрительные взгляды. Варька, единственная оставшаяся сухой, виновата повесила голову. «Я, наверное, посплю пойду, чего-то устала». Зевнув, нарушила молчание Светка. «Вечерком увидимся». «Ага». Варька вздохнула. «Я тоже пойду». Поднестроенные и я, и я отправились обратно в деревню. Жара и не думала спадать. Одежда высохла, пока ребята шли. Пошутили, что если вызов не поможет, пойдут и выкопают ценности обратно. Ритка осуждающий цокнула. Махнула на нее рукой. Спать хотелось всем неимоверно. Да разошлись по домам. Когда Светка проснулась, за окном было темно. Часы показывали около девяти. Во рту пересохло. Волосы прилипли к колбу. Ладонь с занозой не болела. Убрав пряди с лица, девочка поднялась с кровати и тихонько, чтобы не потревожить родителей, вдруг спят, зашагала на кухню. Уверенно нащупала ковш и чан с чистой водой, накрытой крышкой. Зачерпнула и стала жадно пить. Осушив ковш, девочка обратила внимание на странную тишину. Обычно деревня даже ночью была полна звуков. Мы чаще гогочущая домашняя живность, сверчки в траве, трескающиеся дрова в печках. Даже машины иногда проезжали. Светке вспомнилось данное друзьями обещание встретиться вечером. И она пошла к двери. Уже у выхода решила глянуть в окно, чтобы узнать, отчего такая темень. Небо оказалось затянуто тучами, без единого просвета. Фонари почему-то горели не все. Сквозь стекло еле-еле удалось разглядеть очертания деревьев и грядок в саду, заборы из соседних домов. Рука Светки сама потянулась за легкой курткой. А вдруг дождь начнется? Натянув капюшон на голову, босоножки на ноги, девочка нырнула в жаркое безмолвие улицы. Ближе всех к Светке жил Валерка. Командирша стучала подошвами по пересушенной земле дороги. Ей казалось, что стук и ее дыхание – единственные звуки вокруг. Беззвучно зашевелился ветер, ударил горячим песком в лицо, прогнал по улице пыль и сухие опавшие из-за жары листья. Светка отплевалась от налипших на губы песчинок и, постучав, вошла в дом. В деревне всем доверяли, поэтому не закрывались. Комнаты встретили ее безмолвием. Не было даже привычного скрипа половиц. Лампы потушены. Девочка вспомнила, где находился выключатель, щелкнула, вздрогнув от резкого звука, и окликнула хозяев. В ответ ей донесся негромкий стон. Светку кольнул страх, но она, отбросив сомнения, пошла на голос. В комнату Валерки. Он лежал на кровати, глядя вверх остекленевшим взглядом. Рядом лужа рвоты, на губах кровь. Некогда пухлый живот опал, как спущенный воздушный шарик. Прилип к позвоночнику. Вскрикнув, Светка бросилась к другу. Он потянулся к ней. Есть! И чуть не впился зубами в пальцы командирши. Светка отшатнулась, ударилась спиной о стену. Валерка издал булькающий звук. И из его рта полезла новая порция рвоты. Что-то красное, извивающееся. Девочка не выдержала, с криком помчалась к выходу, задевая стены. О том, что будет с Валеркой, она не задумывалась. Хотелось спрятаться или хотя бы поделиться с лучшей подругой. А ему, может, родители помогут. Сердце бешено билось, едва не разрывая грудь. Дом Валерки стоял на параллельной улице. Вспотевшая от жары и испуга Светка, несмотря на непроглядную тьму, подбежала к забору. Умело подтянулась, перепрыгнула на другую сторону в огород и побежала меж грядок, чтоб не обходить. К Варькиному участку. В ее доме с кухни послышался шум текущей воды. И Светка выдохнула, успокоилась. «Варь, ты где?» Подруга вышла в коридор, держась рукой за стену. Другой ладонью она закрывала глаза. «Что такое?» Светка замерзла. Ощущение чего-то нехорошего вновь поднялось в ней, заставило судорожно сглотнуть. «Я не вижу, Свет!» — пробормотала Варька. «Помоги!» Она отняла руку от лица. Меж широко распахнутых век вместо белков глаз пустили багровые провалы. Светка завизжала. Варька залилась слезами, спрятав лицо в ладонях. «Я уродина, да?» Только и смогла выдавить она. Обхватив себя руками, Светка попробовала унять дрожь. «Это как?» «Не знаю». Проснулась и вот...» — схликнула Варька. «А родители где?» «Не знаю». Командирша сделала глубокий вдох, задержала дыхание, чтобы собраться. «Давай так. Оставайся тут, а я поищу кого-нибудь на помощь. Или скорую вызову. Вон у Кольки дома телефон есть». К взрослым они обращались редко. Со всеми неприятностями старались справляться сами. Светке захотелось, чтобы и этот случай не стал исключением. Варька слабо кивнула. С Валеркой тоже что-то не то. Вздрогнула из-за возникшего воспоминания командирша. «Остальных тогда проведай. Мало ли», — заметила Варька. «Хорошо». Тучи немного разошлись. Духота стала еще больше. Подкатился со лба Светки, пока она бежала к Колькиному двору. Впрочем, в дом ей даже заходить не пришлось. Колька и некит сидели на куче песка, рассыпанной под фонарем между их участками. «Эй, народ!» — окликнула их Светка. «У вас все нормально?» Парни не ответили. Даже не обернулись на ее голос, занятые ковырянием в песке. Светка нахмурилась, возмущенно затопала к ним, резко дернула некита за плечо. И встретилась взглядом с глазами, не отражающими никакой мысли. Замычав, некит попытался освободить тело. С приоткрытых губ скатилась капля слюны. Светка отдернула руку, перевела взгляд на Кольку. Тоже тупое выражение лица и безумное хихиканье. «Да что вообще творится?» — прошептала она и бросилась прочь. Мысль о звонке вскорую вылетела из головы. Перед глазами замелькали едва видимые в темноте кусты, заборы, спуск в пересохший лог, пересекавший деревню. Светка чуть не скатилась вниз, зацепилась рукой за дерево. В голове промелькнуло, как они пытались построить шалаш из ивовых прутьев по идее Макса. «Точно. Если она сама не может найти выход, то Макс точно придумает. Кто-то или что-то, калечит их друзей, и надо с этим справиться». Наметив кратчайший путь, командирша побежала, перескакивая заборы, подлезая под калитки, проскальзывая в щели между штакетинами. Заколола в боку, дышать стало тяжело. Сердце стучало о грудную клетку. Совсем запыхавшись, девочка шагнула во двор к Максиму. В саду его семьи росло много плодовых деревьев, не пропускавших свет далекого фонаря. Светка поморгала, пытаясь вспомнить, как пройти к дому. Тут дверь распахнулась, и из нее в луче света выскочил перепуганный друг. «Макс!» – радостно воскликнула Светка. «Ты в порядке?» Он остановился, узнав голос, тяжело дыша. Сжал-разжал кулаки, потряс головой. «Я, да, у меня родители!» «Что?» – мохнула девочка. «Скелеты!» – заикаясь, еле выжал Макс. Светка прижала ладони к лицу. Задрожала. «Да ну, быть не может!» «Я своими глазами видел, как…» Макс не смог договорить. Скривился в горькой гримассе. «У остальных тоже у кого что?» – через некоторое время прошептала Светка. «Мне кажется, из-за ритуала того! Пошли к городской!» – это ее идея была. «Ты иди, я не могу их оставить!» Командирша хотела спросить. «А меня, значит, можешь?» Но передумала. Ободряюще коснулась плеча Максима и направилась к ритке. «Может, это вообще мой страшный сон?» «Я проснусь, все в порядке!» – пробормотала Светка. Фантазия не раз спасала ее, не позволяя опускать руки в печали и беде. Стоило только представить, что она не обычная девочка, а добрая колдунья, и у нее получалось облегчить чужую боль или успокоить слезы. Дачи располагались на краю деревни, почти у самого леса, где днем закапывали куколок. Дома здесь были не бревенчатые, как у большинства жителей, а кирпичные или из каких-то других материалов, которые Светка не могла определить. Девочка покрутилась среди зданий, ища дом Ритки. Здесь командирша бывало редко, и плохо знала расположение, да и темнота добавляла непонятностей. Через 10 минут поисков внимания Светки привлек дом, полностью заросший хмелем и виноградом. Подойдя ближе, она опознала в нем Риткин, вот только раньше на нем ничего не росло. Внутри похолодело, но решив, что сегодня ее больше ничем не удивить, Светка пошла по дорожке. Через несколько шагов девочка увидела место, откуда расходились растения. Еще спустя пару шагов она разглядела лежащую человеческую фигуру. Еще шаг, и стало понятно, что это Ритка с искаженным от ужаса лицом. Из глаз тянулись виноградные лозы, изо рта гибкие стебли хмеля. Светка больше не могла кричать, только сжала рот руками, согнулась от ужаса, едва держась на ногах. Мелькнула мысль. Куколки, все из-за них. И девочка из последних сил понеслась к лесу. Под деревьями было еще темнее. Светка бежала почти на ощупь, пытаясь определить, где они с друзьями засыпали глиняные подделки и водили хоровод. В груди словно работал отбойный молоток. Легкие горели, солбастикал пот. Ноги еле двигались от усталости. Ветки хлистали по лицу. Царапали руки даже сквозь куртку. Девочка запнулась, шлепнулась на извивающиеся по поверхности земли корни. Пробороздила ладонями пересохшую хвою. В носу защипала. На глазах проступила предательская влага. Шмыгая, Светка поднялась на ноги и попыталась оглядеться. Тьма окружала, обволакивала. Между стволов нельзя было разглядеть ничего. Да и направление, откуда командирша бежала, потерялось. Девочка утерла слезы и медленно побрела, щупая руками перед собой. Через некоторое время в небе начали вспихивать и угасать проблески молний. Над лесом зашумел ветер. Зашевелились, качаясь, стволы. Заскрипели, заворчали. И Светке казалось, что она шла под ногами у великанов, которые знали, что она здесь и хотели прогнать ее. Девочка то и дело останавливалась, смахивала с глаз и лба влагу, потирала натруженные ноги, старалась понять, где она находилась. Ничего знакомого. Светка постепенно смирилась с тем, что заблудилась и шла неизвестно куда. Но остановиться и сдаться было еще хуже. Молнии сверкали все чаще, и в какой-то момент командирша увидела краем глаза высокую фигуру, стоявшую у дерева в нескольких шагах. Девочка замерла, сощурилась, но фигура была темнее самой тьмы. И ничего, кроме расплывчатых очертаний, рассмотреть не удалось. Снова сверкнула молния, освещая странный силуэт. Грохнул гром. И сердце с ветки, весь вечер бившийся как дикая, замерло от страха насовсем. А через несколько минут первые капли небесной влаги коснулись земли. Дождь пришел. Субтитры создавал DimaTorzok